Всем привет, мои дорогие зрители! В последнее время я постоянно снимаю крыс в клетке не первой свежести. Третий, четвертый и пятый день. И сегодня я хочу показать все-таки чистоту. Я сейчас вымыла аквариум, все высыпала с него. Мальчики пока сидят в клетке и в старом гамаке. Гамак тоже сейчас я буду менять, потому что он висел на пяти крепежах. Они один оторвали, вот здесь, вот где-то в этом районе, и загнули себя под себя. И, кстати, они бывают сут в гамак, бывает им лень спуститься. И они, видимо, решили откусить кусок, загнуть его внутрь, типа на сухом полежать. Ну, в общем, сейчас я буду убирать гамак. И, кстати, от гамака, в принципе, его не больше всего. Наполнитель классный. То видео, которое я выложила сегодня первым, сегодня на канале у меня два видео. В общем, я забыла его выложить раньше. Я снимала его неделю назад, даже чуть больше. Теперь я уже могу сказать свои ощущения по поводу нового наполнителя. Аллергии ни у кого нету. У Пипы было раздражение еще до этого, оно прошло, все замечательно зажило. Запаха нету вообще, просто обалденно. Неделю не убирала, вообще нет запаха. У меня такого еще не было. Я брала разные прессованные опилки. Но именно с этими опилками, ну, мы так долго продержались. И вообще просто, ну, заходишь в квартиру, запаха нету. В общем, классные. Несмотря на то, что они на 100% из сосны, я буду продолжать их брать. Следить, конечно, за их здоровьем. Если какие-то будут проявления аллергические, сразу же буду менять. Но, по крайней мере, мне кажется, что на данный момент это из того, что я пробовала, самые лучшие опилки. Кстати, вот вся клетка в разобранном состоянии, еще между аквариумом и клеткой. У нас вот эта доска. Мы делали все сами. В доске насверлены дырки, большой проход вниз, чтобы крысы нормально дышали. Ну, если они спят в аквариуме, такое бывает. Сейчас похолодало, и сейчас мальчики двое спят в гамаке, а двое чаще внизу. А если холодно очень, им врозь спать, то они все вместе внизу спят почему-то. Наверное, там меньше как-то дует, не знаю. Но все-таки они там закрыты. Они там надышат, и там теплее, видимо, в аквариуме все равно. Но, в общем, все равно они в этом аквариуме, когда находятся, то через дырочки вот эти вот лишняя влага уходит вверх. И опилки тоже просыхают. Сейчас я убирала опилки, вообще, ну, они как бы влажные немножко, но они даже не все рассыпались. Я взяла маленький объем опилок, а ну, сейчас я еще раз их покажу. Вот такие вот опилки. Спокойно. Не буду делать рекламу, просто показываю, что маленький пакетик. Сколько там? 10 литров. Не написано килограммы, но мне кажется, что килограмма 3 максимума. Ну, получается, написано, что 10 литров. Обычно 10 литров они пишут на опилках 5-7 килограмм. Я подумала, что вранье, но оказалось, что действительно не вранье. Опилки действительно классно впитывают. Не так, как раньше, как другие мне попадались. Вы все, наверное, уже заметили вот это страшное зеленое пятно у меня на кухне. Оно обычно прячется за аквариумом. Вот здесь у меня ободрали обои и вот здесь. Это сделали не крысы, это сделали песчанки. Прошло чуть меньше года с тех пор, как у нас умерла последняя песчанка. Мы ее уже не выпускали, она прихрамывала. Она была очень больная. Мы думали вообще, что она так долго не проживет, но она прожила дольше всех. У нее и опухоли были, и не буду все перечислять. Ну, в общем, выражайте свои пожелания в комментариях. Если вы хотите, я отредактирую старые смешные моменты из жизни песчанок и сделаю одно из видео про песчанок. Какие они у меня были, какая была у них жизнь. Если никому не интересно, я этого делать не буду. В общем, сейчас я доубираю в клетке и покажу уже в чистом состоянии ее полностью. Вот я только что вымыла поддончик. Я каждый раз его вымываю, когда убираю в клетке, то есть раз в неделю. Вверх я тоже насыпаю немножко рапилок. Я думаю, вот так хватит. Они просто с решеток, ну, с третьего этажа, грубо говоря, они не спускаются вниз, они писают сразу вниз, и опилки сразу впитывают, сразу набухают, и просто лежит такая влажненькая труха, которая там через час высыхает, и запаха никакого нет уже. Надо еще немножко. На всякий случай сюда тоже. Лишние опилки все равно, конечно, укатятся вниз. Все, сейчас ставлю мальчиков на место. Я наконец-то собрала клетку, я наконец-то с трудом прицепила гамак, потому что это нереально делать, пока они в клетке. Стоит прицепить 2-3 части, кто-то начинает лезть, и уже под его весом остальное цеплять очень сложно. Кусечка занялся поеданием зернышек. Моя лапочка. Человек ухалющий. Кто там такой? Кто там сойдет свой нос? Как вы видите, Семы в клетке нет. Пока я убирала, он решил пройтись. Я не знаю куда, вообще в каком направлении. Симон, ты где? Симон, ко мне! Сема, ко мне! А вон он. Как хорошо, когда крыса знает команду ко мне. Просто чудесно. Ко мне, Симон. Если бы он еще не только знал и выполнял, было бы вообще замечательно. Симон, ко мне! Ты, Топотун! Куда ты пошел? Так, Сема, мне не нравится твое поведение. Стоять! Куда ты собрался, а? Куда ты еще брелся? В клетку надо собираться. Идем в клеточку. Вот, кстати, открытая клетка, даже никто и не вышел. Только этот проказник позволяет себе все. Сема такой, после шести не ем. А так я все себе позволяю. Да, Сема? Так, Сема, все, не наглядь. Я вижу, что ты очень рад, что у тебя чистая клеточка, что у тебя новый корм. Вот так иди и ешь свой новый корм. Только не объедайся, толстяк. Так, переживаю за него вообще, просто кошмар. Если я оставлю в клетке, ну, то есть в клетке, если я зерна не оставлю, то тогда Пипа будет худеть, потому что он кушает очень мало, по чуть-чуть. И если ему потом не достанется, ну, в общем, так я за Пипу боюсь. А если в клетке зерно есть, то я за Сема боюсь. Потому что, когда все спят, Сема идет и точит зерно. И что мне с этим кабаном делать? Довольный, чистый гамак. Ой, какое счастье! У крысы счастье! Да, Сема? Вечером я тебя выпущу погулять. Вечером, хорошо? Все, все полезли в гамак. Сема доволен. Ачик вообще уже спать хочет. Сейчас, в принципе, время такое, что крыса должна спать. Сейчас только три дня. У тебя, какая любовь. Вот она, любовь. Криси, сильные нежности. Кусечка, залазь. Иди в гамачок. Давай. Умничка, умничка, мальчик мой. Все, мои хорошие. Отдыхайте. Вот она, наша чистая клетка. Красота и стерильность. А теперь мне нужно идти убирать у девочек. Но это более скучный процесс, поэтому я уже поснимаю вечерком всех своих красотуль. Пока на этом все. Всем пока.